Привет! Солнечные Адриатики. Продолжаем советы по деткам. Сегодня отвечу на вопрос, вернее в интернете часто смотрю люди спрашивают, что делать или почему ребенок плачет при мочеиспускании, когда идет в туалет по маленькому младенец. Ну, первое, что точно нужно понимать, значит, скорее всего у ребенка воспалился мочеполовой канал. Вот однозначно вам нужно к урологу. Не повредит. Если там все нормально, вот сдать анализ мочи, во-первых, и к урологу. Если анализ мочи все нормально, отсутствует белок в моче, значит, в принципе, ну и в принципе все хорошо. Вот к урологу можно подойти. Значит, это первая причина. Бывает такое, у деток это очень часто, особенно у девочек, при неправильном подмывании, после какашечки, может попасть она чуть-чуть выше и, естественно, произойти заражение. Вот. Что еще может быть? Ну, бывает у малышей, возможно, небольшое воспаление, воспалительный процесс. Ну, это вот у девочек при мочеиспускании. У мальчика это, скорее всего, если у девочки воспаление лицестит, у мальчика это сложнее происходит, но у него, может быть, в крайней плоти набралась вот эта серка. Мама не моет. Значит, мыть и оттягивать крайнюю плоть нужно постоянно. Хотя многие считают, что не нужно, но все равно там после мочи остаются вот эти отложения солей, щелочь. Она накапливается, вот если вы чуть-чуть оттянете, вы увидите, куча белого, но болит, периодически воспаляется. Это очень больно. Часто доходит до того, что все равно придется идти к урологу, ему будет немножко ее надрезать и вычищать. Чтобы этого не было, этой процедуры болезненной, дома при мытье мальчика всегда оттягивайте, распарьте под горячую водичку, оттяните, промойте масочком календулу Веледа, продезинфицируйте. Вот это такие первые причины, почему может ребеночек плакать при мочеиспускании. Пока!